Если кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед лицом Отца Моего Небесного. А кто отречется от меня перед людьми, оттого и я отрекусь перед лицом Отца Моего Небесного. И вот те исповедники, в том числе и жившие на этой земле, которые не отреклись от Господа, даже тогда, когда взрывался собор, даже тогда казалось бы, что никогда ничего не сможет возродиться. Они сохраняли веру вопреки всему. Наверняка их называли фанатиками, отсталыми людьми, пережитками прошлого, еще как только не называли. Мое поколение еще помнит, как нас называли православных людей во времена царствующего атеизма. А ведь те люди, которые верили в возрождение Церкви Божией, которые жизнь свою, упование свое вручили как бы промыслу божественному, они оказались победителями. Наша история многому нас учит. Обычно к Богу обращается, когда что-то плохо, заболел, шел таким героем на очередную проверочку, зашел в один кабинетик, его там пощупали, сказали, что-то плоховато у вас. И вышел другим человеком, насмерть перепуганным, понимающим, что, может быть, дни сочтены. И мужество улетело, и все. Страх смерти. Какую силу дает вера? Вера дает силу, способную преодолевать страх смерти. А ведь это нужно не только вот в том случае, о котором я только что сказал. Как это важно, когда нужно защищать Родину. Как это нужно, когда в какой-то момент нужно защитить ближнего своего. И не только в какой-то битве, в какой-то борьбе. А когда человека действительно несправедливо обижают, когда все преклоняются к тем, кто обижает, особенно если это люди сильные и влиятельные. И если не находится сочувствие и мужество встать на защиту, значит, ты предаешь свое первородство. Ты испугался. И как ты отрекся от ближнего своего, так и Отец твой Небесный отречется от тебя, когда предстанешь перед Его судом.